Всем привет. Значит, я думаю, эта презентация у нас почти не изменилась за то время, пока мы здесь находились. Зато изменился наш прототип, мы добавили функционалы, и я думаю, большую часть презентации мы будем именно об этом рассказывать, раз уж мы ограничены во времени. В общем, что появилось? Мы сделали красную кнопку. Что эта кнопка делает? Эта кнопка... А, сейчас я вам все покажу. В общем, теперь у нас есть человек, вот человек, который занимается разработкой, он огромный молодец, за эти выходные мы просто кучу всего сделали. Значит, вот перчатка, мы включаем ее. Включили. Теперь... Это на Macintosh, точнее на Windows, это вот только вот как-то так. Ну, небольшую, на самом деле. Ну, это, опять же, технология. Включить перчатку, мы берем телефон, открываем приложение. Так, пока она выглядит так, мы вот приложение сделали как раз за этот хокатон. Там есть кнопка, к сожалению, не видно вам, да. Подключить перчатку. Нажимаем, подключить перчатку. Так, и все, и информация полетела. То есть, эта информация сохраняется и на телефоне одновременно, и на нашем сервере. Вот вы можете посмотреть это. Сейчас, где-то... Вот, видите? То есть, сейчас байтики летят через телефон на наш сервер, и сейчас мы продемонстрируем, как работает кнопка. Так, сейчас достанем второй телефон. Достаем второй телефон. И открываем сообщение. То есть, пока мы реализовали функцию отправки сообщения, но позвонить, это вопрос просто реализации. Вот смс-ки, и теперь мы нажимаем на красную кнопку. Ура, ребят, внимание! Вот там алара пробежал, видите? Вот, и пришла смс-ка с адресом, где мы сейчас находимся. Это улица Льва Толстого, 6-ом, 16. И такие дела. Вот, что мы сделали за Хакатон. Собственно говоря, про проект. Я думаю, вы многие слышали. Давайте попробуем обратно презентацию. Если мы выходим из времени, вы нам скажите. Так, значит, проект главни. Это причатный тренажер, который ускоряет и упрощает реабилитацию. На самом деле на Хакатоне я, наверное, больше скажу о том, что мы получили за этот Хакатон. Во-первых, нас познакомили с ребятами, которые полтора года назад занимались совершенно другой историей, но они нам обадут все свои прототипы. И это очень сильно ускорит наше развитие. Во-вторых, мы получили крутой фидбэк, который у нас еще не было, потому что мы не были на каких-то медицинских мероприятиях. И это очень важно для нас, потому что многие нас винят в том, что мы абсолютно не говорили со своей целевой аудиторией, абсолютно законно. А сейчас мы хотя бы немного поговорили с кем-то, кто подобные проблемы испытывал. Мне кажется, нужно добавить, что означает наша демонстрация. Кто-то, может быть, и так понял, кто-то у нас была презентация вчера. Но если нет, то вот этой штуки в интернете, где бегут цифры, мы хотели показать, что мы можем агрегировать данные на нашем сервере. То есть это уже информация, которая выходит в сети и доступна там. А смс-ка, то есть второй телефон, вот этот вот, это телефон, который находится у какого-то родственника, у какого-то человека, который следит за состоянием того, кто носит перчатку, пациента. И это работает так, что если с пациентом что-то случается, он это чувствует, он жмет тревожную кнопку, и смс-ка автоматически приходит к другому человеку. То есть вот. Вопросы? Коллеги, вопрос. По-моему, очень интересный проект. По-моему, похоже, проект уже есть. Какой? А, мы это только на по поводу тревожной кнопки. Часто человеку участвует. Такого плана. Что-что? По поводу тревожной кнопки. А, тревожной кнопки есть. Это просто такой маленький бонус, который мы хотели сделать буквально запакатонный и особо на нем не заострять внимание, просто на всякий случай. Почему бы и нет? Уже сервис организма, это называется кнопка жизни. Да, но мы не хотим с ним конкурировать. Это в совершенно разные области. Можешь сейчас? Теперь вопрос. Вопрос был, какие данные на сервер отправляет? Давай. А, тратим, да? Можно отправить? Там на цифры, да? Так, значит, мы отправляем какие данные. Мы отправляем, во-первых, буквально этой ночью у нас появится измерение пульса у этой перчатки. Мы отправляем, соответственно, эти самые значения. Какой пульс сейчас у человека. Во-вторых, мы отправляем, если кто-то нажимает на красную кнопку, я сейчас опять нажму на нее, потрачу деньги на смс-ку. Так. Возможно, и культусь... Вот, вот, все. Появляется сообщение о том, что кто-то нажимал на красную кнопку, где это происходило, и статистика включения перчатки, чтобы понимать и следить за тем, как человек использует ее часто. Здесь просто текущие даты и время, дальше пульс, дальше GPS-координаты. Это для пульса. А для тревожной кнопки это GPS-координаты, тоже дата и сообщение, что тревога. Ребята, можно вопрос? Да. А вопрос только, а зачем вы будете отсылать на серву, ну, то есть, личное данное человека, если нельзя, непосредственно послать их человеку, который следит за этим? Тут есть, во-первых, много классных кейсов. Во-первых, есть портал, где, естественно, только люди, вдруг говоря, у которых есть, там, не знаю, пароль от конкретной перчатки, смогут смотреть за своим родственником. Во-вторых, родственников может быть немного, может быть врач-лечащий, которым будет интересно следить не за одним пациентом, а за нескольким, если он будет приходить дальше. А, так вот. Да, во-вторых, мы сделаем удобные API, которые будут удобно интегрировать в, например, интеллектуальные системы клиник частных. Вот, собственно, и все. Зачем мы сапрегируем это на самом сервере? А какая, какая, собственно, альтернатива? Просто мы не обойдемся без стороннего, без своего сервера, который будет все это делать. иначе проблема доступности и нас между клиентами и перчаткой разорвет. Мне кажется, просто это вы создали универсальную систему снижение, да, потому что все-таки координаты там здесь можно... Мы сварим о реабилизации с пациентом. Конечно, можно сделать, отключить. Я его позиционирую. Я его словом, только когда лагеря с нами, потому что так, это вообще реально может последнить вообще без действий. То это в детали реализации, безусловно, это уже такая, как, в общем, безопасность. Потом, может быть, накрутить здесь контроль доступа и все такое. Это уже, ну, такие... Это же прототип сырой, как вы должны к этому... Нет, вы же понимаете, я просто прошу, что добавляю, что в случае, если человек совершенно случайно нажал там, сломившись к чему-то на эту кнопку, то одновременно поэтому адресу приезжает скорая, пожарная, полиция. Не говори, не говори, не говори, не говори. У нас обычно тревожная. Да, микросканику бывает там, сила, ну, первая, первая... Не хочешь позвонить? нет, понятно, да, но просто, в любом случае, кнопка, она тоже имеет там, правильный, способный режим, чтобы, случайно, она была, не была ножа. Да, это, это хорошее дополнение. Спасибо большое. Комитар, большое спасибо. Вы едите для помощи. Спасибо. 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 Спасибо.